МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания ТВ 21 плюс продолжает работу в эфире. Вы смотрите дневной выпуск новостей в студии Андрея Бричко. Всего за две недели более 900 северян выразили готовность принять участие в программе «Свой дом» в Арктике. 22 заявки на получение выплат уже рассматривают специалисты. О первых итогах реализации нового регионального проекта рассказали на оперативном совещании в областном правительстве. В этом году из областного бюджета на финансирование проекта выделили полмиллиарда рублей. Такую же сумму планируют вкладывать в программу ежегодно до конца ее действия 2024 года. Но если спрос будет высоким, она может и вырасти. Напомню, мы предоставляем миллион рублей гражданам из широкого перечня сфер деятельности. И полтора миллиона рублей – это многодетные семьи, которые готовы построить дом, купить дом или купить домокомплект для того, чтобы иметь свой дом у нас в Мурманской области. По прогнозам специалистов, программа должна замедлить отток населения из региона. Заявление начали принимать 5 июля. Документы можно принести в МФЦ – Центр содействия жилищного строительства или отправить онлайн на сайте Министерства строительства. Помимо строительства нового жилья, необходимо приводить в порядок уже существующее. Отдельно глава региона остановился на реализации программы реновации ЗАТО в 2022 году. Сейчас в Мурманской области идет уже второй этап проекта, на воплощение которого в бюджете предусмотрено почти полтора миллиарда рублей. Он позволит так или иначе улучшить качество жизни почти 160 тысяч северян. В этом году в закрытых городах и поселках отремонтируют крыши, фасады и инженерные сети в четырех десятках многоквартирных домов. По состоянию на сегодняшний день уже заключены контракты по 95% объектов. Ледокол знаний вернулся в Мурманск. За 10 дней 70 одаренных школьников со всех уголков России прошли путь от Заполярной столицы до Северного полюса, земли Франции Иосифа и обратно. 10 дней на легендарном ледоколе «50 лет победы» провели самые талантливые школьники страны. Для того, чтобы попасть на борт, им пришлось пройти строгий отбор. В общем и цену в конкурсе приняло 17 тысяч человек. И получается, что конкурс на этот ледокол составил примерно одно место на 700 человек. Этому, в общем, могут позавидовать любые самые престижные вузы. Все это время ребята не просто катались на ледоколе. Они участвовали в лекциях, семинарах, мозговых штурмах. А еще побывали на Северном полюсе. Высадка на макушке земли запомнилась школьникам больше всего. В скором времени ледокол знаний отправится в новое путешествие. На борту в этот раз будут победители всероссийского конкурса «Большая перемена». А о подробностях этой поездки смотрите в вечернем выпуске новостей. Уникальный выставочный проект «Прыжок в прошлое» открылся в Мурманске. Он посвящен популярному направлению экспериментальной археологии. Благодаря этой молодой науке любой желающий может убедиться, что люди древности обладали уникальными и продвинутыми для своего времени технологиями. Посмотрел на доисторические гаджеты и примерил на себя роль пещерного человека наш корреспондент Кирилл Грапиняк. На стендах предметы, окружавшие первобытного человека. Они повествуют о самых важных открытиях эпохи появления цивилизации, передают атмосферу тех времен. Мир древних технологий удивителен и разнообразен. От обработки камня, кожи и кости до первобытных опытов с металлом. Первобытный человек далеко не такой варвар, как мы его себе представляем. Многие из вас думают, что первобытный человек верил в какие-то глупости, духи, ветра, волны, вода. Но на самом деле ведь человек был очень травматичный, он очень много чего умел делать, он ничем не отличался, в принципе, от человека современного. И те изобретения, которые представлены на выставке, они как раз там четко дают понять, что он был умным. На выставке можно не только увидеть мир глазами наших далеких предков, но и освоить навыки, которыми в древности должен был владеть каждый. На выставке представлено большое количество копий орудий древнего человека. Один из таких предметов – это топор. Любой посетитель может стать археологом и найти уникальную вещь. К примеру, наконечник настоящего копья. Он создан из сланца и обнаружили его в Сигеалов озеро полвека назад. Даже останется 8 лет на скале музея. Выставку в Краевическом музее привезла Петрозаводская общественная организация – Центр первобытных технологий. А первооткрывателями стали дети из мурманских летних лагерей. Они с большим удивлением рассматривали каждый из более 250 экспонатов. В этой выставке есть интерактивный компонент, который представляет живой, действительно настоящий интерес, в первую очередь со стороны детей. Это наш самый главный посетитель. Ребенок может прийти своими руками не просто потрогать, а попробовать, как же то или иное действие делал древний человек. «Прыжок в прошлое» – это уникальный выставочный проект, который позволяет нам поближе познакомиться с первобытным человеком, его бытом и историей. А самостоятельно прыгнуть в прошлое любой желающий сможет до 22 сентября. Кирилл Грапиняк, Максим Чинкин, ТВ21+. Эти и другие новости доступны на нашем сайте tv21.ru и на нашем YouTube-канале. Не забывайте про вайберы WhatsApp, а также ищите нас в Телеграме. Телефон редакции для ваших новостей – 400-870. Далее вас ждет прогноз погоды. Коротко о погоде в Мурманской области. В Кандалакше сегодня ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха – 18 градусов. В Умби плюс – 14, плюс – 16. Облачная погода. В полярных зорях до 18 градусов возможны осадки. В Апатитах аналогично – 18 градусов и также возможны осадки. В Кировске пройдут небольшие дожди до 16 градусов тепла. В Кавдоре днем до 15 градусов ожидается дождь с грозой. В Манчегорске также дождливо – плюс 18. В Лавызере облачная погода с прояснениями – плюс 20 градусов. В Оленигорске днем пройдет грозовой фронт, возможен сильный дождь, температура воздуха – 19 градусов. В Никеле – 18 градусов тепла и также осадки. В Заполярном аналогичная погода – 18 градусов и также дождь с грозой. На севере области в Североморске сегодня днем – 19 градусов, возможны осадки. В Мурманске днем ожидается дождь, воздух прогреется до 19 градусов. Это были все новости к данному часу. С вами в студии был Андрей Бричко. Всего доброго и до скорых встреч на ТВ-21+. Субтитры подогнал «Симон»!